В текущем учебном году на пробных тестированиях уральские школьники набирают в среднем 75 баллов. Об этом сообщают в городском отделе образования. Пробное единое национальное тестирование сдают 71% от всех выпускников. Подробнее о том, как идет подготовка школьников к предстоящим экзаменам и будут ли внесены изменения в процедуру ЕНТ в сюжете наших корреспондентов. В текущем учебном году пробное ЕНТ сдают более тысячи человек. На 2-3% больше прошлогоднего количества школьников. Свыше 50 учеников претендует на аутенбельга. До сегодняшнего дня все ученики, сдающие ЕНТ, должны были подать заявление об участии в тестировании. Для тех, кто собирается поступать в заграничные вузы, по-прежнему допустима сдача обычного экзамена. Отдел образования со следующей недели планирует еще раз провести пробное тестирование на базе наших институтов для выпускников, которые претендуют, являются претендентами на знак аутенбельга и на аттестат с отличием. В отделе образования сообщают, что на сегодняшний день в проведении ЕНТ никаких изменений нет. Тестирование проводится в один день по пяти предметам. Планируется лишь внести некоторые коррективы в его организации. На сегодняшний день никаких документов в отделе образования по изменениям в результатах ЕНТ, по изменениям правил проведения ЕНТ на сегодняшний день пока нет. Но все уже выпускники слышали, неоднократно было выступление и в средствах массовой информации от специалистов Министерства образования. Ожидаются изменения. Ждем документов. Как только они появятся, они будут доведены до всех школ. Дополнительные предметы по выбору остались теми же. Ученики могут сдавать английский язык, биологию, физику, химию, географию, литературу, либо всемирную историю. По словам директора шестой школы, учащийся активно выбирает все предложенные предметы. Мы надеемся, что результат этого года будет выше тех показателей, которые были в прошлом году. В общем-то, эту задачу мы перед собой ставили в прошлом году. И сегодня вот этот промежуточный ЕНТ или анализ сегодняшнего степа показывает, что думаем мы, что мы с этой задачей справимся. Директора школы отмечают, что сегодня у школьников сдача ЕНТ уже не вызывает такого страха и опасения, как раньше. За несколько лет практики ученики привыкли к тестовой форме экзамена. Да и некорректные вопросы практически не встречаются.